Страх, нервное напряжение и ужас в глазах – это не пересказ трейлера к фильму ужасов, просто грядут школьные экзамены. В этом году итоговая аттестация вернется к нормам доковидных лет, но с мерами предосторожности. В нашем регионе свыше 5000 11-классников и более 11 тысяч 9-классников готовятся к сдачам ЕГЭ и АГЭ. До 26 мая все участники, педагоги, наблюдатели пройдут обучение в 100%. Соответственно, можно говорить о том, что регион готов к приему экзаменов. По требованию федерального центра все пункты приема экзаменов должны быть оснащены видеонаблюдением, что исполняется в нашей области в полном объеме. ЕГЭ пройдет в 83 пунктах, 40 из них на дому для детей, что нуждаются в особых условиях по медицинским показаниям. А для сдающих ОГЭ подготовили свыше 100 мест приема экзаменов. Остается практика печати бланков непосредственно на месте, что повышает подконтрольность процесса тестирования и позволяет ускорить его проведение. В этом году немного смягчились ковидные ограничения. У нас отменилась обязательно социальная дистанция на входе в пункты проведения экзаменов и при рассадке в аудитории проведения экзаменов. В остальном все осталось без изменений. Нормы безопасности для педагогов остаются прежними. При приеме экзаменов они обязаны быть в СИЗах. Ученики же имеют свободу и могут находиться как в масках, так и без. Но на входе в учебное заведение обязаны обрабатывать руки и проходить термометрию. Традиционно утром я сама встречаю детей на крыльце своей школы. Провожу небольшую линейку, где напоминаю детям о процедуре проведения конкретного экзамена, как вот, например, сегодня, потому что есть определенные особенности. Напоминаю о том, что дети имеют право пронести с собой, что не имеют права. По выбору я буду сдавать английский язык, литературу и общество знаний. Готовимся мы в школе и на уроках, и на дополнительных курсах. Также я дома сам дополнительно готовлюсь, просматриваю различные вебинары, лекции, прохожу какие-то курсы. Волнения особо нет, но все равно оно немного присутствует, я думаю, перед самим экзаменом оно будет больше. У меня всегда были пятерки, поэтому я надеюсь сегодня тоже на пять сдать. Я очень готовилась весь год хорошо. Вот, надеюсь, все будет хорошо. Обязательные предметы этого года – это русский и математика, остальные – по желанию самих учащихся. К сдаче экзаменов этой весной присоединятся 6 11-классников и 7 9-классников, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Злобин Александр, Юрий Давыдов, Сергей Рябухин, репортер 73.